Приветствую вас и, на мой взгляд, для того, чтобы ответить вам на ваш вопрос, точнее, даже, наверное, не вопрос, а что-то вроде такого изречения на тему. На мой взгляд, для того, чтобы это сделать, нужно впервые определить характер, природу, если можно так выразиться, природу ваших проблем. То есть, вот, что составляет, как бы, проблематику, да? Почему вы с партнером своим, вот, собственно говоря, вообще задумались о том, чтобы расставаться? То есть, откуда такая идея изначально у вас появилась, откуда она у вас взялась? Вот. И уже, исходя из этого момента, исходя уже из этого аспекта, можно будет смотреть, что вам делать. Исходя из этого аспекта, уже можно будет думать, как вам себя вести. И, исходя из этого, исходя из этой информации, уже можно будет делать какие-то выводы для себя, например, для вас, например. Понимаете? Вот. А пока что, ситуация вообще такова, что непонятно. Можно, конечно, можно по общему правилу, вот знаете, по такому общему принципу вам ответить, да, что, если, например, идея появилась, идея о том, что, ну, например, вот, что хотите вы, там, сомневаетесь вы, в том, что стоит дальше в отношениях, да, с вашим партнером находиться, вот, ну, сомневаетесь, как бы, бывает, да, вот. Если сомневаетесь, значит, сохранять отношения на данном этапе, на данном этапе, именно на данном этапе, ну, точно не стоит. Потому что очевидно, что вас что-то не устраивает, очевидно, что вам что-то не нравится, очевидно, что вы испытываете, ну, некий дискомфорт, да. Некий дискомфорт от того, что, вот, происходит, от того, что сейчас, как бы, между вами. И, соответственно, этот дискомфорт, он не позволит вам получать удовольствие от отношений, даже если вы сохраните их. Поэтому именно вот данный момент, именно вот данный момент, как он есть, как он вот сейчас, именно данный момент, его, я думаю, нельзя игнорировать в любом случае, вот, его, я думаю, нужно, как-то вам разбирать. Потому что, ну, если не разбирать, то, соответственно, все останется так же, как вот было, и ничего, в общем-то, не изменится, ничего, в общем-то, не поменяется тогда. Соответственно, если мужчина или ваш партнер, вот, не очень понятно, да, значит, кто именно, кто именно, о чем, кто говорит, ну, просто, как правило, это женщины, вот, ну, может быть, вы мужчины, вот, не так вот важно. Если человек, с которым вы, там, вот, например, в отношениях, да, не поймет как-то того, что есть определенная проблема, ну, допустим, там, проблема, например, у вас, проблема, например, между вами, да, вот, если человек этого не поймет, то, соответственно, о каком сохранении отношений идет речь. Ну, вы же понимаете, наверное, что в каком случае вы себя просто-напросто обрекаете на постоянный какой-то негатив, да, на постоянные какие-то переживания, на постоянные какие-то страдания, на боль и так далее. То есть проблемы, проблемы, которые у вас, вот, есть, и которые вам нужно решать, и решать их лучше всего совместно с вашим партнером, да, вот, вот так вот нужно. То есть либо вы решаете эти проблемы совместно с партнером, либо нет. Если партнер делает шаги к вам для того, чтобы решить проблему между вами, или проблемы просто, которые у вас есть, то, соответственно, отношения, конечно же, стоит сохранить. Если человек ничего не делает для того, чтобы сохранить отношения, если человек никаких шагов не делает по направлению к вам, например, да, если человек не готов что-то делать для того, чтобы, ну, между вами были улучшения какие-то, то, соответственно, лучше тогда с ним и не связывать. Опять же, потому что ничего хорошего из этого не получится. И таким образом, таким образом, резюмируя немножечко то, что я сказал, можно сделать вывод, что исходить нужно из характера проблем и отношения к этим проблемам вас и вашего партнера. Понимаете? Если партнер ваш относится серьезно к факту наличия проблем, можно что-то делать. Если нет, то, соответственно, отношения – это пустая трата времени в данном случае. Существует и еще такой момент, что вы как бы на нас перекладываете ответственность за свою жизнь, за принятие решения относительно своей жизни. И это не есть хорошо. Потому что, потому что вы увидите, вы увидите, например, ну, там, допустим, вы увидите какой-то совет. Вы увидите какое-то мнение, которое вам, например, понравится. Да? Вот. Но это будет другое мнение. Не ваше мнение. Знаете, что мне? Вот. А нужно, нужно, чтобы это было все-таки именно ваше мнение. Именно тогда и только тогда можно говорить о том, что у вас есть шанс и хороший шанс сделать что-то, ну, вот, со своей жизнью, да, сделать что-то адекватное такое, чтобы вот прямо было все здорово, чтобы вы прямо вот находились в том месте, в той, так сказать, в той форме, в том состоянии, которое бы вас устраивало бы целиком и полностью. Вот это, я думаю, и будет вам ответом. То есть для более, значит, для более, ну, детального ответа необходимо, чтобы вы все-таки как-то вот поподробнее описали свою, проблематику, чтобы вы все-таки как-то вот немножечко лучше ввели нас в курс дела, вот, чтобы мы лучше представляли себе, что происходит с вами. Вот. Ну и, соответственно, тогда уже можно будет говорить о том, что вам делать дальше. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Собственно, надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.